Уважаемые братья, мы услышали, как Аллах Субхану А.С. хвалит своих рабов, которые возвращаются к их буньевина и лейхи. Привели к примеру, инадат Ибрахим А.С., Шуайд А.С., Давуд А.С., Сулейман А.С., Инадат Ибнави, 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 А.С., Рассказали, напомнили себе пути, которые нас приведут к возвращении Аллаху Субхану А.С., осталось закончить с Якунией или А.С., то есть какие бывают положения у всех людей, которые возвращаются к Аллаху Субхану А.С. Самое великое положение, самое великое доказательство человека, которое возвращается к Аллаху Субхану А.С. Если остался наедине, и никто его не видел, у него есть возможность согрешить Это те люди, которые боятся Аллаха, боятся согрешив перед Аллаху, что Аллаху прощающий милосердный, то, что его прощение опережает его наказание, и дыры, но при этом боятся Аллаху Наеду. Это сказал, что Аллаху сказал, «Это не мое хриби. Это иная милосердная. При ближнем срайд, для бога баязна». Это, имеется в виду рай, это ту алю, ту священную, где в дуне. Тот, который превращается к Аллаху Субхану А.Т. И потом Аллах Субхану А.Т. написал, кто такой ауал, хафиф? Тот, кто боится милости, не видя Аллаха, оставаясь один, но боится кого, не наказывающая милости. Аллах Субхану А.Т. сказал, что Аллах Субхану А.Т. сказал, что он так боится милости. То есть человек закрыл занавес, остался дома, совершил какой-то грех, и никто его не видит, и знает, что он носил, как наказывающий, так же, как наказывающий. И это его подтолкнуло, чтобы сокрешить, еще больше его побудило, чтобы сокрешить, думая об Аллахе, потому что Аллах прощающий, несмотря на это он оставил грех, побоялся Аллаху Субхану А.Т. Поэтому хашият Аллахи фирай воль шаган. Это когда человек остается наедине с Аллахом, наедине, и когда перед людьми в его сердце должно быть слога боязни. Второе, если случилось так, что человек попал в этот грех, то этот человек спешит попросить Аллаху прощения. Не задерживаться в этом греху, спешить, оставить почечник, вернуться к Аллаху Субхану А.Т. Аллаху Субхану А.Т. Аллах Субхану А.Т. говорит, Те люди, которые совершили непристойные поступки, или притеснили себя грехами, арабами, в этот момент они вспомнили об Аллаху Субхану А.Т. И когда вспомнили об Аллахе, что начали делать, попросили у Аллаха прощения за эти грехи. Кто может просить грехи, кроме как Аллах? Побоялся, кто здоровый вид Аллах? И они не упрямствуют, не упорствуют в своих грехах? Богом Я не знаю. Третье положение у Неви и тех людей, которые совершили к Аллаху Субхану А.Т. Аллир – это хорошее отношение. На Аллах, на Аллах, на Аллах и на Аллах. Это хорошее отношение, в первую очередь, с Аллахом. Когда человек слушает Аллах, отвечает Аллаху на молитву. Когда пришло время, он плачивает закат, он не думает, он отдает то, что положено, закат. Наступил весь Аллах, он не думает, постится или постится, он поступает, но он отвечает Аллаху субхану а.Т. Второе – с близкими, хороший отношение. В первую очередь, с мамой и с папой. С мамой и с папой. Поэтому как с Аллахом, с Аллахом, с Аллахом, с Аллахом, с Аллахом, с Аллахом, с Аллахом. Твоя мама, твоя мама, твоя мама, потом твой папа. Но, как мы говорили на прошлых лекциях, Ученые говорят, что есть усиллят уль-на-калал, усиллят уль-фа'тин, то есть бывает такое, когда человек, например, у человека есть пять тысяч рублей, мы его привозили, например, и он хочет купить подарок, и не только на один подарок хватает, кому купить память или маму, если он должен купить маме, но если человек идет впереди, позади его маму, это нормально, но если он идет впереди и позади его отец, это неправильно. Он должен вперед ставить своего отца, потому что если он не будет из-за отца как сын поднимать, то когда люди к нему не будут относиться с уважением, и как учить, и просить о них дуа, особенно если кто-то из них покидал эту жизнь, Аллах с минусом, как они меня рассыпали в детстве, как они были минус с великами, когда я ночью была, когда они просыпались, брали нас на руки, шествовали с вами в сомрах, зарабатывали, папа выходил на работу и показывал, что у него там нет возможностей каких-то, но он все тратил на нас, на семью, чтобы у нас хорошее было в развале, чтобы мы ни в чем не нуждались. Поэтому он сам, может быть, себе в чем-то отказывал. Наша мама, которая исполна ночью, как бы мы ее там ни задевали по своей, по своему, вот этому, хадебу с сабра, когда она сабра не подает, делала вид, что все хорошо, хотя, может быть, еду на неприятность. Вот как они были милостью к нам, когда мы были в конвере, так же есть милостья к ним, когда они находятся в могиле. И это, в отношении к родителям, не только в этой жизни. После смерти, в отношении к родителям, мы можем дуа за них тело просить прощения. Ища Аллах, благослови Аллаху, чтобы мы с ним встретились в субботе. Так же тудистым родственникам. Говорят, идем куруда хаттан, мы мисхином, агани сабили. И Аллах, Сухаммад, говорит, хорошо, относись, отдавай то, что положено твоим куруда, родственникам, мисхинам, путникам. Поэтому арабы, когда у них были в противоречии с родственниками, им было тяжело на своих сердцах. Каля Абдас, Абдас ибн Абдул-Мухтарим сказал, что Роб Мухаммад сабили, пожаловался и сказал, что кто-то из курашек протесняет его из родственников. Роб Мухаммад сабили в Аллахе. Идай куну ахиду хабибу 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 лиллях валихарады. Клину с Аллахом, они не умерли до тех пор, пока не будут любить вас ради Аллаха, первое, и второе, из-за того, что вы их родственники. Из-за родственных отношений вас не будут любить пока они не умерли. Поэтому родственные отношения мы не должны портить. Даже тот человек, который прервал, вы должны как-то поддерживать свои родственные отношения. Следующий, ко всем верующим отношится хорошо. Аллах говорит, Суданя, Абдас ибн, говорите людям благие слова. Не ругайтесь, хорошие слова говорите людям. Валя, Духа, Судя, Судя, Судя. Не увармутите, не забирайте у людей то, что вам не приближит. Как бывает, человек забирает, я решил, когда это будет мое. Нет, это не твое. Забирай, если часть силы есть. Но Суды, деньги за это отвечают. То, что принадлежит, людям нужно возвращать. Особенно, уважаемые братья, если у кого-то есть наемные рабочие. Нельзя, там, Архан, ты тут не доделал по своему решению и списал его заклату. И многие, к сожалению, делают, мне тут не додали заклату. На строки работал, братья, я все делал ночью. Мы сюда приехали из другой страны, поставили своих детей, маму и так далее. Их берут, нанимают и копейки дают. Да, вот, ты тут не доделал, я так решил, давай, пройдешь, а слава Аллаху. Да, это что, Татьяна, отвечает? Это великий грех, Субханава. И также, то, что положение верующих, перед Аллаху, Субханава Та'али, положение всех людей, которые возвращаются к Аллаху, Субханава Та'али, халават на Аллаху. Это отношение с Аллахом. Когда на етене человек находится, как он себя с Аллахом будет? Какое наше отношение к Аллаху? Как мы его читали, вы слышали на дневнике? Русмана, рада Аллаху, Он мне этих денег пригодил, чтобы он не смотрел книгу Аллаху. Говорил, я заключил договор с Аллахом. Поэтому смотрю на Куран, читаю на Куран. Особенно в шахре Рамадан, в месяц Рамадан. Как сказал, лярик. И тогда в шахр, когда зайдет в месяц Рамадан, , Это тот месяц, когда нужно кормить нуждающих и читать в Куран. Поэтому у нас каждому должен быть час времени с Аллахомаса Ато'алатом, наедине Утилиться с Аллахом, через все, как в Куране, черезdrying, как Аллахомаса Атлан Él. Ночью, халават марайадан, ставаться наедине со своей душой. Самое меньшее, что можно делать, – три рака арабитрачитiva после оксора – Это твоё отношение с Аллахом. На такой снах лучше Намаз. Ночью. Когда человек соснул, проснулся и опять такой спросил. Идна нащи аталей. Наша аталейлова структурально назвала это намаз, который читается между двумя с нами. Рок Мухаммад. Русаллях. Дауд. Пророк сказал, что самая лучшая молитва намаза, это намаз Давыд Алиса. Пол ночи он спал, а пол три с ночи доставил его в молитве, и одно шестую, и то, что сказал, Давыд Алиса, спал. Дуа, вот это нужно будет дуа. Дуа, то дуа, которую Пророк сделал ночью, возвращаясь к Аллаху своим сердцем, своей душой. Он ночевал у своей тети Аль-Муна. Она была супругой Пророка Мухаммада, тетей Аль-Муна. Специально остался в эту ночь, когда он ночевал со своей супругой Аль-Муна, чтобы посмотреть, как читает Пророк, как он устраивает ночью молитву. Пророк, как он читал ночью молитву, сделал дуа. Это дуа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok